всем привет делюсь продолжаю делиться своими наблюдениями чем резать листовой металл по запросу в интернете было различно много вариантов люди болгарками режут ножами ножницами не помню чем еще таким интересным напишите в комментариях обязательно поделитесь до болгаркой как бы не совсем плохой вариант но болгаркой не всегда получается ровно остается куча заусенец заусенец это такое дело но то что рез может быть неровный болгарка может уйти в сторону хоть и размечали и своего опыта показываю приобрел одни ножницы прямые ну вроде бы до режут но опять же не идеальный вариант вот такие вот ножницы идеальный вариант наверное с большим вылетом еще идеальнейший вариант но вот эти вот очень отлично справляются рез получается ровный такой вот без всяких заусенец то есть после этого не нужно ничем даже обрабатывать дальше металл все классно получается идет все как по маслу но есть момент если с краю это идеальный вариант обрезать если режем средину доходим доходим до средины нужно металл придерживать рукой в одну часть то есть уже смотреть по ситуации куда идет металл или вниз опускать уже как вам будет удобно но вот эти вот ножницы вообще идеальный вариант для резки металла если вы забор крышу кроете незаменимая вещь поэтому перед тем как покупать у вас стоит выбор или прямые ножницы или такие вот изогнутые точно я не знаю как они называются я домашний так сказать строитель любитель поэтому из вашей из своего опыта показываю вам что данные в хозяйстве конечно пригодятся но целенаправленно покупать для резки металла листового вот отличнейший вариант и Все красиво. Идет как по бумаге. Даже можно на весу. Но опять же, конечно, все зависит от ножниц. От ножниц, от их остроты. Новые ножницы режут, справляются отлично. С непривычки, если вы начали и много пришлось вам металла порезать, то может возникнуть такая вот ситуация из-за ручек. В общем-то, ручки мягкие, мягкие, хорошие. Но все равно мозоль появился и лопнул. Ну, с непривычки. Поэтому тут уже или в перчатках нужно работать. Ну, у меня перчатки... В перчатках я работать не могу. Руки не чувствуют инструмента. Поэтому такое вот из моего наблюдения. И если бы я не столкнулся с отсутствием информации, то я бы видео не снимал. А так посчитал нужным записать. Может кому-то и пригодится. На сегодня все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, дизлайк, кому не понравилось. Всем удачи и до следующих видео. Подписывайтесь на мой канал.